Жириновский дал такое интервью Гордону, что Гордон испугался ставить его в эфир. Видно, Владимир Вольфович сам записывал, и посмотрите, что получилось. Давайте прямо с первого блока. Гордон задал вопрос. По отцу Исаака Эйдельштейн был в Костополе Ровенской области уважаемым человеком, имел дерево обрабатывающую фабрику. То есть, можем мы сказать, что у вас в какой-то степени украинские корни? Ну, с точки зрения географии, конечно, это та территория, которая под Польшей была определенное время лет, и сегодня уже почти с 40-го года. 80 лет территории Украины, это есть. Но это география, и в семье у них был русский язык, польский и французский. Украинского не было. Исходя из этой географии, немножко хотя бы украинцев вы себя чувствуете? Я никогда не чувствовал себя вот в чисто таком национальном плане. Я себя всегда считал русским. На Украину я ездил, но когда я приезжал, я не чувствовал, что это другая страна. Это была наша страна общая. Поэтому здесь вот это вот вам желание, чтобы мы кто-то себя чувствовали украинцами, я даже москвичом себя не чувствую. Потому что я не родился в Москве, хотя живу уже 56 лет. Но я считаю, что это вообще вредные вопросы и вредные ощущения. Тогда армянин в Москве себя как должен чувствовать? Не армянином. Скажут, ты же в Москве, ты москвич, и все, или там еще что-то. Поэтому когда вы делаете упор на национальность, религию, классовый подход, это очень плохо. Ваши родители были коммунисты, Дмитрий Ильич? Коммунисты. Это чувствуется у вас. Поэтому не надо этого подхода с такого, когда есть оценочный момент. Ах, вот вы из таких, вот не чувствуете ли вы себя украинцами? А зачем мне чувствовать себя украинцам? Это вы все должны чувствовать себя русскими. Все. Русские это нас объединяет. Не только язык, который все знают, и легче общаться. Но это вот общее пространство наше. Пусть будут столбы пограничные, пусть будет какая-то история другая. Но пространство, русский мир, мы не можем назвать украинский мир. Нет такого понятия. Русский мир есть. Поэтому, Дмитрий Ильич, вы должны себя считать русским. И все, проживающие в границах бывшей Российской империи, должны считать русскими. Ибо после выхода из состава империи и Советского Союза, вы все стали жить хуже. Жертв стало больше. Мир стал неспокойным. А сегодня Украина себя вогнала вообще в западню, когда она может вообще погибнуть. В результате столкновения этих двух глыб Америка и Россия. Для Украины там места не будет. Поэтому здесь опасно вам. Надо чувствовать себя русскими, чтобы никто не замышлял использовать Украину как место для агрессии против России. Красиво сказал. Его, значит, Гордон пытается вот с одной стороны, с другой стороны. И говорит, Владимир Вольфович, я всегда с интересом наблюдаю за вами, слушаю. И, насколько я понимаю, вы не любите Украину и не считаете ее независимым государством. Скажите, почему. И Жириновский отвечает. Владимир Вольфович, я всегда с интересом наблюдаю за вами, слушаю вас. Они очень плохо записаны. Поданство у русского царя православного. Они себя украинцами не называли. Они себя называли русскими. Язык русский. Православные. А Украину придумали. Это искусственное. Это язык придумал Грушевский. А саму Украину придумали поляки, немцы, американцы, чтобы оторвать от России. Вы сами по себе никому не нужны. Надо оторвать от России. Нужен подход какой? Национальный. Как сегодня волнение в Америке. Оторвать какие-то части Америки? Расисты. Вот черные и белые, черные и белые. Кто-то религия, сунниты, шииты насмерть бьются. Везде ищут. Коммунисты классовый подход. Только рабочие и крестьяне. Вот они молодцы. Все остальное это шелуха. То есть это опасный подход. Поэтому вам хочется это разыграть. За это платят деньги. Как за смуту в Америке сейчас платят деньги. Так и вам, апологетам украинства, заплатили деньги. Но все это вам сделали русские коммунисты. Ленин, Сталин, Крущев, Брежнев. Вы даже Брежнева заставили в паспорте написать в графе национальность украинец. Какой он украинец, курский мужик? Поэтому здесь ошибка. Старайтесь от этого избавиться. Это не нужно. Это вредит нам всем. Поэтому мы все с вами славяне, русские. Не хотите слово русский употреблять? Просто вы киевлянин? Вот давайте, а я москвич. Вот давайте географию. Земляки мы. Понимаете? Мы все живем на этой земле. Нам нужна с вами ситуация, как в Америке. Посмотрите, что в Америке. Начало гибели Америки. Даже ее не пожалели. Не пожалели Китай, Российскую империю, Османскую. Все империи разрушили. Государства большие разрушили. Сейчас Китай разрушают. И до Америки дошла очередь. Я говорил в свое время, что Трамп последний президент США. Ее не будет в ближайшие 10-15 лет. Что вы будете делать без поддержки из Вашингтона? Вам конец. Подумайте об этом. Дмитрий Ильич, мы вам подберем работу здесь, в Москве. Вот Власов депутат займется. Вы можете его в Киев пригласить. Из Чернышев тоже они поедут. То есть упаковывайте чемоданы, Дмитрий Ильич. Если вы хотите иметь хорошую работу. Ибо Украины не будет, как государство. И она никому не нужна. Это все придумали немецкий генерал Гофман, Пилсудские. И вот сегодня эти эмигранты, которые живут в Канаде. И так далее. Поэтому зачем это вы думаете? Вы можете пример провести? Вот вы как Косово. Взяли, придумали государство Косово. На чужой земле. Сербия. Вот давайте создадим Косово. Но оно же не имеет будущего. Кипр. Турецкая республика северного Кипра. Никогда не будет. Кипр греческий. Навсегда. На вечные времена. И все. Новороссия, Малороссия. Это Россия. Вы войдете в состав России, как губернии. Вот у вас 34 губернии. Давайте объединим 17 губерний. Достаточно. В каждой, чтобы было по 5 миллионов. Но у вас не наберется население. У вас население 30 миллионов. На 6 губерний. 6 губерний достаточно вам. Вот такой вариант. На Белоруссию достаточно 2 губернии. По 5 миллионов. Прибалтика даже на одну губернию не тянут. Молдавия на одну не тянут. Азербайджан тянет почти 8 миллионов. Поэтому, Дмитрий Ильич, не надо эти детские вещи нам поднимать. Ведь никто, никогда. Назовите мне хотя бы один исторический документ, где было написано, что Украина установила дипломатические отношения, допустим, с Францией. Год 1700-й. Есть такое? Год 1800-й. Есть такое? Год 1900-й. Когда Украина имела дипломатические отношения с кем-либо? Ее не было никогда. Это коммунисты вам дали советскую Украину. А потом Ессин с Кравчуком договорились, чтобы незаконно страну разделить. И каждый царек управляет на своей территории. Вам никто никогда не простит Беловежские соглашения. Они незаконны. Ночью вы это сделали. Мошенническим путем. И придут новые руководители в Европе. И вас обязательно заставят вернуться обратно в состав российского государства. Здесь, конечно, начинается уже истерика у Гордона. У него заготовленные вопросы. Он сыпет одним и тем же. Кто убивает Донбасс? Спрашивает Гордон. Смотрите, 2014 год. Украина-Россия. Два братских государства. Украина любит Россию. Россия любит Украину. В основном. А может, в этом вы виноваты? И Вольфович наотмашь. Есть Будапештский меморандум о том, что в обмен на отказ от ядерного оружия Соединенные Штаты Америки, Россия, Великобритания обязуются соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины. У нас происходит беда. Наш президент Янукович, запутавшись вообще во всем, убегает из страны. И в это время наша братская Россия приходит на территорию Украины. Отнимает у нас территорию. Сначала Крым, затем часть Донбасса. Убивает 14 тысяч украинцев, если не больше. Сеет смерть. Хаос. Экономический бардак. И вы считаете, что в этом виноваты мы? А может, в этом виноваты вы? В этом виноваты только украинские власти, которые незаконно находятся в Киеве. Законный ваш президент Янукович. И вы его хотели убить. Не вы лично, я имею ввиду те, кто ночью, понимаете? Октябрь 17-го ночи. И февраль 14-го ночи. Только ночью могут действовать авантюристы. Как их грабят магазины сегодня в Америке. Ночью. Поэтому вы незаконное государство. Вас нет на политической карте мира. Ибо вы совершили государственный переворот. Ваша власть прекратила свое существование. Ведь Советский Союз американцы не признавали до 1936-го года. Но они считали незаконно. Переворот. Даже сам Ленин считал, что это переворот. Поэтому убили не украинцев, а русских на Донбассе. И убили ваши террористические организации. Под разным названием. Не буду говорить там АЗОВ, МАЗОВ и так далее. Вот. Поэтому, а вы мне сегодня говорите, что мы убили. Как мы убили, когда стреляют со стороны Киева. И каждый день летят разрывы снарядов. МИНЫ на Донбасс и Луганское. Вольфович, конечно, его просто уничтожает. Вы подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютьюбе и ставьте лайки. Ответ на вопрос. Я буквально еще чуть-чуть. Там длинный. Но все-таки должен вам поставить. Ответ на вопрос. Чей Крым и Курилы? Кто отжал Крым? Крым неотъемлемая часть России. Всегда был и всегда. С 1783 года. Беловецкие соглашения незаконны. Мы отменили ратификацию Беловецких соглашений. От 11 декабря 1991 года. Это было в марте 1996 года. Через 5 лет Беловецкие соглашения прекратили свое существование. А раз нет Беловецких соглашений, нет СНГ, есть СССР. Не хотите жить в СССР? Пожалуйста. Давайте мы договоримся. Дадим вам Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь. И будет Галиция. Независимое государство. Галичане. Слово украинца употреблять не надо. Это путает всех. Вот вы можете вступить в НАТО Евросоюз. Новороссия, Малороссия это Россия. Вы что, не помните, кто вам Донбасс дал? Ленин. А кто вам Крым дал? Хрущев. А кто Харьков дал? Ленин. А кто Западной областью дал? Сталин. Вот так. Дальше много говорит Владимир Вольфович. У нас просто время не так остается. Поэтому послушайте 9 блок. Вот просто послушайте. Давайте дадим и голос Гордуна, и ответ Владимиру Вольфовича. Владимир Вольфович, я обращаюсь к вам сейчас к одному из самых умных людей. В российском политику, и не только. Вы хорошо помните, я не сомневаюсь, 91-й год. Никто в начале 91-го года даже вы не мог сказать в мире, что в конце года Советский Союз распадется. И ни один из 18 миллионов коммунистов не вышел защищать Советский Союз на улице. Никто из КГБ, МВД, прокуратуры, судов, никто из массовой армии стукачей, никто не вышел защищать. Это фейковое образование. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы сегодня, что придет один прекрасный день, который может прийти и завтра, и через 50 лет, когда вы все равно отдадите и Крым, и Донбассу? Никогда этого не будет, Дмитрий Ильич. Успокойтесь. Я вас уверяю, и над Харьковом, и Николаев, и Житомир придет время, взобьются русские флаги. Русский государственный флаг. Это будет. О том, чтобы что-то вам... Вас не будет, Дмитрий Ильич. Кому отдавать? Все ваши президенты в тюрьме уже сгниют. Вы что, не понимаете, в каком мире мы живем? Америке конец. Европе конец. Китаю конец. Индии. Россия будет всем миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем полпланеты отутюжить, и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. Ни вас, ни ваших городов. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы ничего не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты, и нету пола Америки. Или вся будет смыта. С одной стороны, Атлантический океан, с другой стороны, тихий. Вы о чем думаете? Какая Украина? Вас на карте никто не может найти. Поэтому забудьте. Быстрее упаковывайте чемоданы и бегите из Киева. Вы бежать должны оттуда. Потому что если хоть один снаряд упадет на территорию России, страна, оттуда был послан снаряд, исчезнет с политической карты мира. А у вас есть провокаторы, могут запустить снаряд. Специально, чтобы вас уничтожили. Не мы хотим вас уничтожить, но ваши провокаторы. Поэтому мир хрупкий. Сегодня нас 7 миллиардов, завтра будет 6, послезавтра 5, потом 4, 3, 2, 1. Вы что, не понимаете, для чего все эти революции сделаны? Зачем нам подослали коммунистов? Чтобы уничтожать людей. Зачем вам подослали демократов? Ваш Кравчук, Ющенко и прочие. Чтобы уничтожать украинцев? Вас было 52 миллиона в 1991 году. Сейчас 32 не насчитаете. Где 20 миллионов? Тоже русские уничтожили. Поэтому вы должны знать, в какое время живете. Вы живете Крещатиком. Живете там в Хинкале где-то у вас. Какой-то Саакашвили сумасшедший бегает по улицам Украины. Вы же, Дмитрий Ильич, должны понять. У вас есть хороший чемодан? Уложите вещи на вокзал. На Киевском вокзале вас депутат Власов встретит, так сказать. И даст вам какое-то жилье и работу. Вы первые можете сбежать из Киева, чтобы избежать ареста и гибели. Обломками, развалинами. Потому что война будет страшная. Это не Вторая мировая. Это последняя война. Когда исчезнут целые континенты, государства. Это все Запад делает. Финансовые воротилы. Ротшильды. Рокфеллер. Ведь Трампа кто сегодня мучает и до власти хотят допустить? Финансисты. Это Яков Шиф финансировал Ленина. И немцы финансировали. Вот получили... Нас было бы сейчас 500 миллионов. А нас 150. Смогли же в три раза уменьшить. Вот задача населения планеты уменьшить в три раза. Не 7 миллиардов, а 2 будет. И только избранные будут. Так они хотят. Мы вынуждены себя защищать. Поэтому давайте меньше думать про Крым. Забудьте. Лучше ищите место, где вы можете жить в спокойной обстановке. Это только в России. И в Москве не хотите, мы вас направим в Оркуту. В Оркуте знаете климат великолепный? Птицы на лету замерзают зимой. И комом падают на землю. Но мне хочется, чтобы все люди более трезво смотрели на мир. Что Россию больше никто не посмеет совершить агрессию. Нас поработить. Нас обмануть. Мы поняли, что такое коммунизм. Демократия. Видим, что такое расизм в Америке. Нас уже никто не обманет, Дмитрий. Вас обманули. Вы верите, что вам хорошо будет в Евросоюзе, в НАТО. А на Россию наплевать и пропади на пропадом. Но так думали в 41-м немцы. Но вы знаете, чем закончилось. Так думали монголы, шведы, поляки, турки. Все, кто шел воевать на русскую землю, все погибли. Все остались ни с чем. Поэтому у вас есть друзья. Сегодня у вас есть время. Позвоните. В понедельник ждем вас на Киевском вокзале. Встречает депутат Власов Василий Максимович. Самый молодой депутат в Европе. А может и в мире. Слушаю вас, Дмитрий Ильич. Да, Дмитрий Ильич, конечно, тут затаился, упал в обморок. И ему было тяжело. Я неполный текст поставил. Но интересно, какая реакция. Гордон, конечно, понял, что эту флешку для Гаги передать не удастся. Поэтому засунул себе ее в задницу. Но понял, что там уже мало места. Потому что там уже находился его язык и две пирамидки, которые он до этого пытался продать. Поэтому Гордон испугался, струсил и не выложил это интервью в сетях. Потому что сказал, что иначе его просто размажут и возбудят уголовные дела против этого самого Гордона. Потому что Владимиру Вольфовичу глубоко пополам на любые уголовные дела, которые против него постараются возбудить украинская власть.